итак долго ли мы будем стоять в пробках об этом прямо сейчас здравствуйте здравствуйте в прошлый раз мы вас спрашивали уважаемые телезрители как можно решить проблему с пробкой которая образуется с округа воровина фактория в центр города архангельска и вот какие варианты мы получили сделать реверсивное движение на участке от улицы галушина до центра города два процента сделать еще одну полосу чтобы их стало две в каждую сторону 56 процентов и сделать выезд на улицу объездную с улицы галушина 36 процентов свой вариант предложили 6 процентов наших жителей среди основных предложений прозвучали также варианты продлить московский проспект до улицы ленина строительство четырехполосного окружного шоссе на перекрестке улицы ленина окружного шоссе построить развязку чтобы выезжающие с улицы ленина в сторону города проезжали по эстакаде расширить участок на проспекте ленинградского от улицы галушина до улицы коммунальная также за областной больницей построить четырехполосную дорогу а также решить вопрос жиде переезда в возле рост нефти на окружной уважаемые телезрители все ваши предложения мы направим в мэрию города архангельска и в соответствующие органы а также наверное разработчикам новой программы развития города архангельска как областного центра а что за программа еще летом прошлого года глава региона игорь орлов принял решение о совместной работе над созданием реализации новой госпрограммы развития архангельска как областного центра по сути речь идет о новом этапе в сотрудничестве областной и городской властей прежняя программа действия которой было приостановлено три года назад не может работать так как со времени ее принятия и создания в российском законодательстве были внесены большие поправки которые не позволяют сейчас этой программе функционировать кстати на последней встрече с журналистами глава города игорь годич говорил о том что такая программа над чиновниками в недрах мэрии разрабатывается и стоимость этой программы порядка 20 миллиардов рублей сейчас проходит общественное обсуждение этой программы ну предлагаем всем жителям города архангельска также присоединиться к обсуждению этой программы ведь она в первую очередь касается каждого жителя нашего города вот общественное обсуждение или обсуждение среди чиновников пока происходит ну вообще заявлено что общественное обсуждение но я пока тоже не слышала чтобы с с представителями хотя бы одного из округов или общественных организаций активно обсуждали вопросы разработки этой программы. Обращаемся к вам, дорогие телезрители, что же, по вашему мнению, должно войти в эту программу по развитию города Архангельска? В частности, на одном из обсуждений высказывалось несколько мнений. Одни говорили, что надо начинать реконструкцию города с окраин, другие говорили, что с центра. В частности, вопрос даже с элементарным качеством дорожного покрытия. Там, где ходят наши люди, наши пешеходы, это плитка на площади Ленина, уж куда более центральное место, вся разбита и совершенно сейчас, мне кажется, находится в непригодном состоянии. И не только плитка, даже ступеньки, по которым поднимаешься к мэрии, они разбиты также, находятся в непригодном состоянии. Все покрытие идет волной на самой площади перед мэрией. То же самое и у областного собрания депутатов. Все это покрывается льдом, зимой пройти невозможно. Надо это все посыпать песком. Нет нигде ни одной парковки. То есть ни чиновники мэрии, когда едут на работу, ни правительство области, ни депутаты областного собрания припарковаться нигде не могут. Вообще весь центр города в смысле парковок довольно не обустроен. Сейчас очень много учреждений, государственных в частности, куда приезжают люди по каким-то своим вопросам и проблемам решать их. Не могут просто оставить машину возле этого здания, приходится парковаться за квартал от того места, куда они приехали. Это и больницы, это и социальные учреждения. Поэтому зачастую приходится с детьми просто преодолевать жуткие расстояния, вместо того, чтобы поставить на парковку возле самого учреждения. Да каждый раз даже, когда у нас происходят праздники, это и день города, это и салюты, которые проходят на набережной в Новый год. 9 мая очень активная. 9 мая, когда парады, то у нас весь город съезжается в центре. В общем-то, где им парковаться? Все паркуются во дворах. После чего часами оттуда никто не может выехать, все ругаются и образуются гигантские пробки, и праздничное настроение портится таким образом. Говорят, что когда приходят в гости, любая квартира начинается с парадной. Так же и город. Когда гости приезжают в город, по моему мнению, любой город начинается с центра. Мы понимаем, что окраины требуют внимания, но в первую очередь центр это не только ведь место, куда приезжают люди, которые к нам приехали в гости, но и это место проведения досуга и отдыха, а порой и работы очень большого количества людей, которые проживают в городе Архангельске. У нас ряд градоначальников прославились какими-то делами. Донской построил улицу Чумбаровка. Все об этом знают и его за это благодарят. Виктор Николаевич Павленко, мэр города Архангельска, построил улицу Ваучейского. Тоже все об этом помнят. Губернатор предыдущей Архангельской области Михальчук Леофилиппович облагоустроил Петровский парк. Чем же прославится интересно у нас Игорь Годзиш и Игорь Анатольевич Орлов? И сегодняшний наш опрос звучит следующим образом. Как вы считаете, уважаемые телезрители, начать реконструкцию города Архангельска в рамках программы развития Архангельска как областного центра необходимо с центра города Архангельска, с окраины города или ваш вариант. Ждем ваши ответы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. На своих экранах вы видите адрес электронной почты, на которой мы также ждем ваши отзывы и предложения. А на опрос, который мы сегодня озвучили, можно ответить на сайте 2Ninform. До свидания и всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok